В Иркутской области гремят взрывы, но следователи на них не отреагируют. Так в регионе пытаются остановить огонь в лесах. В каких условиях приходится работать парашютистам-десантникам и есть ли успехи на огненном фронте, знает Павел Желудев. Вот уже несколько дней в Иркутской области звучат взрывы. Это крайняя мера, чтобы остановить распространение лесных пожаров. Взрывчатку парашютисты-десантники Федеральной авиалесоохраны используют для создания минерализованных полос. Они способствуют локализации возгораний и сейчас действительно способны переломить критическую ситуацию. Сегодня на территории Иркутской области мы приступили к выполнению государственного задания по применению взрывчатых материалов с целью локализации, ликвидации лесных пожаров. И материал мы уже забросили на девятый пожар. И там, я думаю, в течение вот этого дня, уже километров пять, ребята отработали и сделали минерализованную полосу вокруг этого крупного лесного пожара. Благодаря взрывам уже остановлен огонь труднодоступного лесного пожара в горной местности. Там сделана минерализованная полоса протяженностью почти пять километров. Также специалисты провели контролируемый встречный пал. Люди работают в экстремально жарких условиях при температурах под 30 градусов, но пока удается достичь лишь локальных успехов. Ведь на сегодня Иркутская область по-прежнему занимает второе место по количеству лесных пожаров в стране. В регионе горит больше 12 тысяч гектаров тайги. За последние сутки зарегистрирован 21 новый пожар. Основной причиной все так же остается неостороженное обращение с огнем населения. Накануне патрульными группами было составлено 17 протоколов за нарушение особого противопожарного режима. Всего с начала пожароопасного сезона надзорными органами на территории Прибайкаля было выявлено более тысячи таких нарушителей. Также органами дознания МЧС России по фактам лесных пожаров возбуждено 16 уголовных дел, по 8 из которых установлены виновные лица. Ну а исправлять ошибки нерадивых жителей региона приходится специалистам. На тушении пожаров в Иркутской области уже задействовано почти 600 человек, а также наземная техника и авиация. И судя по последним сводкам с огненного фронта, до победы еще далеко. Павел Желудев, новости по будням.